А можно поотваться с вами? Вы понимаете, что у меня дома вода хлещет по полу, вы понимаете? Поехали со мной домой, я покажу тебе свой паркет сейчас, ты посмотришь, как выполняется заявка Наверное, мы набираем, не можем дозвониться, начальству Здравствуйте, Роман Что-то в натуре вода, девчонки такого Я говорю, ты не нарушаешь, я хочу, я все заеду Вы идите, пожалуйста, стоя на автомобиле Порастреливать на путь, если кто надо, вы, блядь Давно вы работаете с полицией, в теме? Больной на голову, не позор, армянский народ, ты, блядь Не позор, армянскую нацию, служил в армию, блядь Идите в автомобиле, я сказал, вы нормально, атака, на литве на чешу Что ты делаешь? Ну, ладно, ручку помарь Еще теперь, еще, в радио понять Эти и многие другие видео вы увидите совсем скоро на моем канале Если не забудете подписаться Друзья, сегодня же я хочу вам рассказать о результатах некоторых видео, которые я опубликовал ранее Что происходит с участниками и с героями видео по Борисполю, по Барабашова, по Чугуеву Значит, начнем с самого интересного По Борисполю Очень много спрашивают по Борисполю у меня и подписчиков, и инспекторов полиции Совсем недавно меня остановили сотрудники полиции, которые очень интересовались по поводу Борисполя Ой, что ж там тебя заломали, так что ты там это Вот для них специально информацию эту сообщаю Кому будет интересно Прошел суд в конце 2018 года, в самом конце 30-го, по-моему, числа Было вынесено окончательное уже решение апелляционного суда по Борисполю В апелляцию подал господин Гаркун, напоминаю, Гаркун это начальник полиции Борисполя Который участвовал в видео, непосредственно выписывал на меня два постановления Одно по статье 175, по-моему, не помню По поводу нецензурной лайки в грамматиковом мистии, которую мы отменили в апелляционном суде Второе же постановление Гаркун выписывал со второй попытки, как вы помните, на меня За нарушение правил дорожного движения, которое также мы оспорили в суде Хотя Гаркун подал в апелляцию Апелляцию он с треском проиграл, на которую он тоже не явился Это было в конце 2018 года Значит, событие теперь разворачивается следующим образом Значит, по Борисполю, как вы помните, было задержание Были надеты на меня наручники, примена физическая сила Доставлен был я в райотдел В общем, задержан в лучших традициях Борисполской полиции Итог такой, что все постановления, все обвинения, которые мне вменяла Борисполская полиция в лице Гаркуна Оказались несостоятельными, следовательно, они нарушили закон, за что им сейчас придется отвечать Значит, сейчас мы составляем ряд исков на патрульную полицию города Борисполя и Гаркуна, в частности За которые им придется ответить Поэтому все, кто интересовались результатами по Борисполю Ну вот, на данный момент они такие Дальше будет гораздо интереснее Теперь, что касается Барабашова Помните, все патруль по Барабашова Во главе, я бы сказал, в составе патрульной Дерганой Которая прославилась за этот год Неоднократно фигурировала на просторах Ютуба во многих роликах В том числе и я их публиковал 7 февраля состоится в городе Харькове заседание по поводу данных патрульных Очередное заседание, в котором мы хотим возобновить уголовное дело В отношении данных субъектов Прокурор, который рассматривал это дело, незаконно его закрыл Поэтому придется к нему наведаться, познакомиться с ним Теперь, когда мы дело возобновим Более тщательно будем мы следить за этим процессом Чтобы довести его до логического конца Поэтому патрульные, которые до сих пор работают в Харькове Не расслабляйтесь, мы о вас помним, про вас не забыли Друзья, теперь самое важное, о чем я хотел бы вам напомнить И попросить помощи Значит, все помните историю про Чугуевского полицейского Илью Мозгового Данный инспектор полиции, я вам напоминаю В Чугуве взял взятку на камеру Его с патрульной полиции под каким-то незначительным предлогом уволили В отношении него даже не проводилось никакого расследования Никакого дела уголовного не было заведено Поэтому по прошествию полугода Илюша решил восстановиться И подать иск на патрульную полицию Чугуева за то, что его незаконно уволили Мало того, он хочет не просто восстановиться, он хочет еще вернуть себе деньги Которые он, по его мнению, недополучил за время вынужденного, так назовем, прогула Значит, напоминаю вам, я уже просил неоднократно, что проходят суды И очень важно приходить на эти суды Я по мере возможности всегда приезжаю на суды к Илюше Мозговому Сам он не ходит туда, наверное, стесняется высказать свою позицию В суде ходит его адвокат, но тем не менее Очень важно приходить туда Следующее заседание состоится совсем скоро В конце этого видео вы увидите сюжет Это сюжет с предыдущего заседания, которое проходило на Дали Мозговом Я думаю, что будет еще длиться это очень долго Но тем не менее, очень важно, что кто-то из вас находил время И подъезжал на эти суды Просто вы можете спокойно заходить, присутствовать как вольный слушатель на эти заседания Вы опять же сейчас увидите, как делаю это я Очень важно, чтобы и суд знал, и адвокат, и Илья знал Что мы о нем помним, что мы очень не хотим, чтобы люди подобные ему работали в полиции Что если полиция, прокуратура, я не знаю кто там, СБУ, ФСБ, ФБР не видят в этом никаких нарушений То мы, граждане Украины, должны в этом видеть нарушения закона И для нас все ясно и прозрачно, и понятно, кто такой Илья Мозговой И почему он не должен работать в патрульной полиции Если наше государство не может удосужиться и заводить уголовные дела И сажать таких работников полиции в тюрьму По крайней мере, мы, как нормальные законопослушные граждане Должны не оставлять это без внимания И обязательно приходить интересоваться дальнейшей судьбой подобных людей Поэтому, ребята, пожалуйста, я вас очень прошу Кто может, участвуйте в жизни канала, участвуйте в жизни своей страны Присоединяйтесь к борьбе с подобными коррупционерами До встречи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь, удачи! Зал номер 11 Зал номер 12 Вот расписание есть Значит, у нас наседание Нас 30, Мозговой Илья Мозговой Илья Главное управление национальной полиции Пановление на посаде О, вот так, что хочет остановиться? Может, он уже пришел? Показать, он еще не пришел Ну, подождем А посмотрели видео с ним? Не смотрели? Чего? Видео с ним не смотрели? Смотрели, что вы бросали? Ну, как вам? Много вопросов Калюша? Нет У Калюши нет вопросов? Нет, ну, у меня как-то не могут быть много вопросов Ну, как у любого гражданина Украины Сознательного Не, ну, вы адвокат, я понимаю Вопросов, как бы, тут быть не может Но, помимо адвокатской деятельности Есть же какое-то у вас еще и Гражданское зрение на этот счет Нет? Ну, вы посмотрели, говорите Есть вопросы, какие? Ну, не к вам А к вам? К видео? Ну, к процессу К процессу? А к видео нет вопросов? Там все предельно прозрачно Ну, предельно А что? Ну, может быть, вам интересно Мы с вами отдельно можем поговорить Так мы с вами отдельно и говорим Не в процессе Ну, не здесь Ну, почему не располагает К душевным разговорам Двери зала суда? Нет, я просто сейчас Рабочее время Так еще не начался За седами Ну, вот у меня рабочий день Ну, вот на месте Илюши я бы даже не стал бы подавать, честно говоря, в суд Нет, ну, тут никто не спорит Он когда деньги брал, тоже считал, что это его право Просто у меня на это другое мнение Так там никого не было, кроме Илюши и человека, который с ним был в машине Получается, что никто ничего не может сказать Я хотел бы, конечно, его комментарий получить Но вы ему привет передавайте Скажи, что я его очень жду Буду ходить на каждое заседание И сделаю все для того, чтобы он не восстановился А если он восстанется на службу Обязательно приду на его новое место работы И буду с ним ходить за ручку на службу Для того, чтобы смотреть, как он ведет Охрана общественного порядка Я был непосредственным участником событий В данном случае, да, как вольные слушатели В рамках дела я не участвую Судовое заседание Охраниться и открыть Приколоженную саду Справа номер 15, 29, 79, 60, 70, 18 За ходом Зговора Ильи Сергеевича Зговора Головного управления Національної полиції Харківської области Третя особа заместительного Полиции Головного управления Національної полиции Харківської области Проводнение предуправными Скасывание наказа, плановление на посаде Стягивание среднего заработка За часа длительного проблета Судовое заседание З'явилось представление позавоча Особой, которого становилось Проводнение перевірялося Представнич не змінився Склад суду не змінився Від представника відповідача По справі надійшло Попитання щодо Відкладення розгляду справи В зв'язку з тим, що На 14.07.17 січня 2019 року Також призначено Судове заседання Харківському окружному адміністуді Та відкласти розгляду справи Задовляюши питання Представника відповідача Дата наступного судового заседання Судово буде визначено До додаткового заработку Думки представника Задовляюши Ну що, 4-го, да, включаємся? Да Ви прийдете? Я? Ну я, конечно Ребята, за 4-го числа 4-го лютого Это февраль 4-го февраля Очередное заседання Состоїться На которое, возможно Придет представитель Или немозгового Может быть, придут Представители полиції Вас тоже я призываю Не пропускайте заседання Потому что Такое ощущение, что Это надо только нам с вами Да? Странно Зачудили все Кроме нас Оходим только мы с вами Поэтому пересоединяйтесь Очень важно посещать данное мероприятие Оказывается, Илья Мозгов Не только хочет восстановиться на службе Но еще и Получить все Получить зарплату За все те пропущенные Якобы вынужденные дни Которые не работают Ну, хамство По мне просто Неимоверно Поэтому не дайте этому случиться Обязательно Не оставляйте это на самотек И приходите на заседание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому